Как сократить затраты на нагрев горячей воды и бассейна, если он есть? При нынешней стоимости газа и электричества этот вопрос является очень актуальным. Вот такие задачи успешно решают гелиосистемы, которые преобразуют солнечную энергию в тепло. Нагрев воды – одна из основных функций солнечных систем. Но горячая вода в доме нужна круглогодично. Справятся ли гелиоустановки с такой задачей в течение всего года? Да, и причем успешно летом за счет гелиосистемы можно нагреть воду практически полностью. А за год свои затраты на нагрев горячей воды можно сократить на 60-70%. Основные компоненты солнечной установки – это гелиоколлектор, бойлер с двумя теплообменниками, насосная станция и регулятор. Солнечные лучи попадают на коллекторы, и внутри них начинается нагрев гелиожидкости. Как только ее температура становится достаточно высокой, включается насос гелиостанции. Он прекращает работу, когда вода нагревается до желаемой температуры. Если в течение дня солнечной энергии достаточно, то вода греется только за счет гелиоустановки. Если же нет, то воду догревает котел. За этим всем следит умная автоматика. Хорошо. А если нужно нагреть воду не только в доме, но и бассейн? Ведь для этого требуется много энергии? Бассейн является идеальным потребителем солнечной бесплатной энергии. В купальный сезон с мая по сентябрь солнце может заменить традиционный источник тепла на 80%. Чтобы нагревать не только воду в доме, но и бассейн, нужно увеличить количество гелиоколлекторов в зависимости от размера бассейна. Специальный регулятор распределяет тепло от коллекторов. При этом в приоритете будет именно нагрев воды в доме, а затем уже в бассейне. Скажите, может быть такое большое количество гелиоколлекторов позволяет и дом отапливать? Да, особенно через популярную систему теплый пол. По всей видимости, гелиосистемы действительно позволяют хорошо экономить. Верно. И ожидаемый результат можно получить, если гелиосистема подобрана и смонтирована профессионалами.